Вы смотрите телеканал Вариант и сегодня у нас на первом плане врач-невролог, ботулинотерапевт 1-го клинического медицинского центра Ирина Игнатова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, говорим сегодня о болях в спине, но вначале хотелось бы все равно спросить ботулинотерапевт, чтобы сразу было понятно нашим телезрителям. Врач-невролог, я думаю, этот понятно всем, а вот ботулинотерапевт, я думаю, сразу возникают вопросы. Ботулинотерапевт – это специалист, который использует в лечении неврологических заболеваний ботулинотерапию. Это метод введения ботулотоксина, токсина, который в природе выделяют бактерии клостридиум ботулином в спазмированные мышцы. После этого введения спазмированная мышца расслабляется и увеличивается объем движения, который становится причиной заболевания. Например, бывают заболевания после травм черепно-мозговых, при которых мышцы конечностей становятся спастичными. То есть, например, человек не может разогнуть руку или ногу, не может полноценно передвигаться и осуществлять уход за собой. В основе ботулинотерапии правильно рассчитать и ввести именно в те мышцы, которые спазмированы больше всего, правильные дозы ботулотоксина для того, чтобы мышца расслабилась, но не осталась парализованной. То есть, увеличить человеку таким образом объем движений в конечности. Ну, я думаю, что мы об этом еще в процессе программы обязательно поговорим, но, по крайней мере, чтобы нашим зрителям было понятно, ботулинотерапевт, что это такое. Итак, говорим сегодня в основном о болях в спине. Как я понимаю, это жалоба, такой жалобой очень часто к вам приходит. Наверное, это одна из первых жалоб, с которой обращаются к вам пациенты. Вот скажите, эта тенденция боли в спине, она увеличилась в том плане, что люди чаще стали обращаться с болями в спине. С другой стороны, ну, там 10, 20, 30 лет назад, когда мы обладали большей физической нагрузкой, я не знаю, носили ведра с водой, там, я не знаю, мужчины рубили дрова и так далее. Но вот, мне кажется, жалоб на боли в спине было меньше. Вот так ли это? И действительно ли количество боли, мы меньше двигаемся, а количество боли в спине увеличивается? Чтобы говорить о механизме возникновения боли, да, и причинах, почему ее так стало много, а действительно, к неврологу очень часто на амбулаторный прием приходят пациенты именно с жалобами на боль. Это боль, где-то от 10 до 50 процентов, это действительно боль в спине, и чаще всего это не специфическая боль в спине. Это значит, что в основе ее возникновения лежат адаптивные механизмы. Давайте понятие. Приведу вам пример, чтобы было понятно. Человек, который находится большую часть времени в статической нагрузке, не разрабатывает свои мышцы, не поддерживает их исходный хороший тонус. Ну, то есть, говоря проще, сижу целый день за компьютером. Мышцы, грубо говоря, ослабевают те, которые должны поддерживать позвоночник. Получается, что свою поддерживающую функцию до конца не выполняют, и позвоночный столб испытывает на себе большую нагрузку. Первым, что страдает, это фасеточные межпозвоночные суставы, которые снабжены большим количеством ноцицепторов. Это рецепторы боли, системы боли, которые от разрушения этих суставов, от трещин в капсулах и так далее. Ноцицепторы передают сигнал к связкам, к твердой мозговой оболочке, к спинномозговым корешкам, а те, в свою очередь, к мышцам. Получается, что такой замкнутый круг. То есть, мышца, реагируя на боль, пытается взять на себя нагрузку с больного позвоночника, и мы получаем уже вторичный мышечно-тренический синдром. То есть, начинают болеть уже мышцы. Эта боль, вот то, о чем вы сейчас рассказали, это боль специфическая или не специфическая? Это не специфическая. То есть, это то, что может возникнуть у любого человека в ответ на гиподинамию или, наоборот, на слишком непривычную динамическую нагрузку, не имея какой-то серьезной причины для возникновения. И такие боли необходимо лечить? Да, они требуют коррекции, но лечение здесь сводится к обезболиванию, подавлению мелких воспалительных процессов, увеличению профилактическому нагрузке и разработке, в общем-то, паравертебральных мышц. Профилактика сводится к тому, что, когда мы купировали болевой синдром, нужно увеличивать нагрузки и готовить свои мышцы к тому, чтобы они выполняли свою функцию в дальнейшем нормально. То есть, как я понимаю, даже при такой боли, если у человека жалобы на боли в спине, ему физическая нагрузка, наоборот, показана, а не противопоказана, верно? Да, вы правы, именно показана, после того, как мы купировали боль. Это от 10 до 50%? Это вот причина в этом? Если говорим о боли в спине, то это 90%. То есть, боль в спине 90%? Да, это не специфическая, адаптивная к какой-либо ситуации, абсолютно у здорового человека реакция на вот такие вот обстоятельства в жизни. Что делать, если, допустим, такие боли возникают периодически, они не специфические, но, допустим, пациент не обращается к врачу, не купирует вот этот болевой синдром? Возможно ли какие-то осложнения в дальнейшем или, в принципе, будет болеть и болеть? Возможно, и будет болеть, если болевой синдром не купируется полностью, да, если не проводится профилактика дальнейшая по его возникновению, то есть тренировок нет, по-прежнему ведется тот же образ жизни, динамичный, или снова испытываются какие-то нагрузки непривычные. Рано или поздно капсулы суставов могут повреждаться, это необратимый процесс, и он в последующем приходит уже к специфическим болям. Плюс могут присоединяться какие-то вторичные причины, опять которые становятся специфическими. Что же такое специфические причины? Существуют вот так называемые симптомы угрозы, которые, в общем-то, являются данными специфических болей, и это начало стойкой боли в возрасте до 15 и после 50 лет. Это не механический характер боли, боли не уменьшаются в покое и положении лежа, и в определенных позах. Связь боли с травмой тоже должна нас насторожить, постепенное усиление боли, особенно если несмотря на лечение, да, проводимое происходит. Наличие в онкологии, онкологии в анамнезе, возникновение боли на фоне лихорадки, снижения массы тела, жалобы на длительную скованность по утрам, симптомы поражения спинного мозга, такие как параличи, нарушение тазовых функций и расстройство чувствительности. Также, если боль сопровождается изменениями в общих анализах крови, мочи, биохимических показателях. Если, допустим, у человека возникла боль в спине, да, понятно, что он не может определить, специфическая она или не специфическая. С какого врача нужно начинать, к кому идти? Если болевой синдром возник впервые, и вы не можете никак связать его ни с чем, происходящим в своей жизни, правильным в любом случае будет обратиться к терапевту. Там вам помогут купировав болевой синдром, и если эта боль не специфическая, что-то доктор будет настораживать, он отправит вас к профильному специалисту, возможно, еще дообследовав перед этим. Какие профильные специалисты, каким профильным специалистам обычно отправляет терапевт? Неврологи, конечно, ревматологи, травматологи-ортопеды, мануальные терапевты, нейрохирурги. Как я понимаю, обычно терапевт не отправляет сразу к кому-нибудь. Таких врачей изначально пытаются просто купировать болевой синдром, да? Да, потому что он значительно нарушает качество жизни пациента. Может ли быть вариант такой, что причина специфическая, серьезная, а боль купируется, и человек вроде живет нормально, но в то же время какие-то дегенеративные изменения продолжают развиваться в организме? Боль, может быть, и купируется, но ненадолго. То есть рано или поздно, и, скорее всего, довольно быстро, боль возвращается в таких случаях, все-таки заставляет пациента возвратиться либо к терапевту, либо по его направлению уже к профильным специалистам. И каков здесь тогда должен быть перечень обследований? Значит, базовые обследования, которые используются, это общие клинические и биохимические исследования крови. Также методы лучевой диагностики – это рентгенография, компьютерная томография и магниторезонансная томография. Ну вот смотрите, значит, что можно увидеть в анализе крови? Какое-то воспаление, да? Да. Если характер, если есть воспаление, да, то оно, естественно, не будет. Ну вот, исходя из моего жизненного опыта, насколько я знаю, с рентгеном нет, но если человек делает компьютерную томографию, то, как правило, у него в анамнезе возникают грыжи. Ну, даже, может быть, не компьютерную томографию, а магнитно-резонансную. Компьютерная томография, она видит более, визуализирует более выраженные изменения, то есть грыжа должна быть большой, чтобы ее визуализировали на КТ, а вот МРТ видит даже самые мельчайшие… Рентген чаще всего не видит грыжи. Рентген визуализирует костные изменения, переломы, деформации костные, разрастание позвоночника в результате воспалительных процессов, нарушение обмена веществ костной ткани, остеофитов. Да, а мягкотканное образование мы стараемся визуализировать в магнитно-резонансной томографии, она более показательна в данном случае. Сейчас давайте ответим вначале телезрителю, есть звонок, и потом продолжим. Алло, здравствуйте, вы у нас в эфире, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, у меня с уруга есть проблема, у него болит стопа. Вот, ну, скажем так, вот, скажем так, вот, содой, солью, вот, и, значит, потом там раскатывает там свою стопу, вот, ну, жесткими там, скажем так, вот, каталками, мягкими, но пока ничего не помогает. Это димексид, вот. Я так думаю, что просто так, это сам-то, ну, скажем так, вот, ну, в советское время это называлось, ну, кость там какая-то. Шпора. Стопа в каком месте болит? Да, скажите, пожалуйста, это нужно обращаться куда-то? А, ну, в каком месте болит стопа? А, ну, просто стопа, вот так стоять, вот так вот, очень сложно. Ну, в вертикальном положении, как я понимаю. Что бы вы порекомендовали, к кому обратиться, с чего начать? Если боль длительная и супруг старше после 50 лет, то я бы порекомендовала в данном случае при болевом синдроме в стопе обратиться к ревматологу. То есть все-таки вначале нужно... А вот вообще самолечение, да? Ну, как я понимаю, какие-то массажные вещи вряд ли навредят? Или могут и массаж навредить? Есть случаи, когда массаж и другие методы, которые улучшают кровоток, могут навредить. Потому что, например, бывают образования, новообразования, да, нервной ткани, новообразования суставов, которые, в общем-то, состояние их не улучшается при притоке крови, они будут быстрее расти, быстрее развиваться. Поменять как-то кардинально состояние, например, вялотекущего ревматического процесса, например, артрита, подагрического или ревматоидного, который часто именно дебютирует с болей в стопах или в кистях рук, вы не сможете массажем или какими-то народными средствами. Ну, если вернуться к спине, с какими чаще всего заболеваниями обращаются пациенты? Наиболее чаще встречающиеся, скажем так. Ко мне именно на прием, как к неврологу, чаще вращаются все-таки со специфической болью. То есть это люди, пациенты, которые уже имеют довольно длительную историю заболевания, нередко имеют довольно большой уже обследований, да, запас, и длительную историю лечения, потому что не помогло это, не помогло там в другом месте у другого специалиста, и вот приходят к нам. И здесь в итоге какие чаще всего заболевания? С чем оказываются? Ну, вот также очень часто оказываются и непрофильные пациенты, да, то есть это не первичное поражение, например, спинного мозга, да, то есть это боль в суставах, и это системный процесс. И при сборе анамнеза выясняется, что у пациента болит не только спина, а часто болят кисти рук и не имеют. И здесь неврологическая патология развивается на фоне какого-то другого хронического заболевания. И, в общем-то, поэтому и происходит вот этот очень долгий процесс диагностики и неэффективность лечения, потому что нет лечения основного заболевания. То есть мы лечим, пытаемся купировать болевой синдром, например, нестероидными противовоспалительными средствами, которых хватает ненадолго, а у пациента подагрический артрит, который должен получать специфическое лечение у ревматолога. А вот, кстати, лечение болевого синдрома на сегодняшний день, ну, как я понимаю, нестероидные противовоспалительные средства – это такая стандартная процедура, ее назначают всем, независимо от того, насколько это специфическая боль или не специфическая. Это самое первое, да, что назначают при болях в спине. Появились ли еще какие-либо новые методы лечения? Ведь медицина не стоит на месте. И что есть непосредственно у вас в первом клиническом медицинском центре? Мы базово также используем медикаментозную и физиотерапию, потому что, наверное, все знают, да, что все гениально и просто, и если это выполняется правильно, оно достаточно часто оказывается эффективным. Если эффективность недостаточная, направляем, например, на блокады, которые у нас выполняются нейрохирургом в условиях операционной, под рентген-контролем, что значительно усиливает их эффективность. Также у нас есть вспомогательные способы лечения болевого синдрома не только в спине. Это гиперборическая оксигенация и ксенонотерапия. Объясните поподробнее. Гиперборическая оксигенация – метод лечения кислородом. То есть вроде бы как тоже просто, но довольно сложный и тонкий процесс, при котором индивидуально подбирается для пациента условия, в которых это все происходит. Происходит это в барокамере, камере со стеклянными стенами, куда нагнетается кислород под определенным давлением. И вот это давление позволяет скорректировать окислительные процессы в итоге. То есть запускает механизмы резервные, в том числе и процессы иммунитета, и подавляет воспалительные процессы патологические. Нам это позволяет быстрее справиться с какими-то хроническими болями, очагами воспаления и, в общем, запустить резервы организма для восстановления. Ксенонотерапия – это метод лечения путем вдыхания паров газа, которые через воздействие на структуры головного мозга меняют восприятие немного болевого синдрома. А вот ноцицептивная система, о которой я ранее сказала, она довольно сложно устроена и большое представительство имеет именно в коре головного мозга и подкорковых структурах. То есть выключая или нормализуя работу этих структур, мы убираем отчасти, это позволяет снизить, выраженность именно хронической боли. То есть получается как? Если долго, например, болит где-то, ну, например, вот сустав болит, и мы уже уверены в том, что мы убрали там воспалительный процесс, мы полечили, возможно, травму, которая была там, и ткани все восстановились. А мозг еще помнит, да, про то, что болело. Человек еще чувствует боль. Это как с ампутированными конечностями, фантомная боль. То есть конечности, возможно, и нет, а ее чувствуют, и она болит. И убрать этот болевой синдром можно только специфической терапией. Как я понимаю, вот эти все методы, они показаны при любых причинах боли? Если болевой синдром не купируется медикаментозно, не купируется хирургически, и устранены все его физиологические аспекты, то да. Как правило, сколько времени требуется для того, чтобы избавиться вот от этой проблемы, от болевого синдрома? Опять-таки вернемся к началу нашей беседы, да. Если это не специфический болевой синдром, то нужно соблюдать профилактику. И возможно, он вас больше беспокоить не будет. Я часто слышу в таких случаях от пациентов, особенно от, кстати, молодых пациентов, что удивляют, что вот им тяжело постоянно давать какую-либо нагрузку для себя, для своего тела. Почему-то при этом никто не жалуется, что им тяжело чистить зубы два раза в день всю жизнь, но нагружать собственный позвоночник и заставлять его двигаться во благо себе у всех вызывает затруднения. Что касается неспецифических болей, причинами которых, я повторюсь, являются ревматоидные заболевания, и злокачественные опухоли в позвоночном столбе, и инфекционные процессы, и сосудистые заболевания, заболевания крови, травмы, патологии, какие-то врожденные структуры позвоночника. Здесь решение проблемы зависит от правильной диагностики и, соответственно, в дальнейшем правильного лечения. Сколько оно потребует, зависит от конкретной причины. Но, по крайней мере, пока лечится причина, все равно это же определенное время, убрать болевой синдром можно вот этими всеми способами, потому что это получается уже как вторичные боли, так? Да, боль всегда вторична. Боль – это всегда сигнал о том, что что-то идет не так. Просто причина может быть небольшой, и ее легко устранить, а может быть серьезной, и тогда это требует времени. А если к ботулинотерапии вернуться, а ботулинотерапией можно лечить боли? Да. Это вот очень интересное направление. Ботулинотерапией, например, лечится мигрень. Это вот боль, такая очень специфическая головная боль. Насколько я знаю, она вообще, кто страдает, говорят, ничего не помогает, никакие обезболивающие. Крайне сложно убрать, и если у вас хоть раз в жизни был приступ мигрени настоящий, вы запомните это навсегда. То есть это ужасная головная боль, которая длится до трех суток, полностью делает человека нетрудоспособным. Если такие приступы появляются часто, то вплоть оказывается так, что приходится увольняться с работы и оставаться без средств к существованию. Так вот, один из способов современных лечения мигрени как раз-таки ботулинотерапия. При этом ботулотоксин вводится в краниальные мышцы, потому что в структуре мигрени очень большой аспект на себя принимает напряжение краниальных мышц, которые раздражают вторичные структуры тройничного нерва. И вот когда мы вот эту часть, эту из патологического механизма выключаем, в большинстве случаев нам удается выключить сам приступ и предотвратить их появление. Не опасно ли лечение вот этим ботулинотоксином? Потому что все мы знаем такое заболевание, которое как раз вызывают эти бактерии, что это спазмы, отключение дыхания и так далее. И вот, и вроде как тем же самым лечим. Да, если в природе ботулизмом заразиться, это смертельное заболевание, но когда мы используем ослабленные, да, искусственно созданные токсины. То есть все-таки это немножко другой токсин, не тот, который... Он похож, да? Живет под землей, да? Нет, это не он. Он похож, но он искусственно создан и ослаблен. То есть это там в миллионы тысяч раз слабее. И в отличие от действия бактерий, да, которые выбрасывают ботулотоксин в кровь, если вдруг мы так сталкиваемся с ними, ботулинотерапия производится путем вкола токсинов в конкретные мышцы. И действие, оно в системный кровоток, вот этот препарат, он не попадает. Он очень быстро находит рецепторы в мышечной ткани и, в общем-то, встраивается туда, блокируя там передачу определенных импульсов, которые, в общем-то, вызывают потом спазм. А тут мы блокировали, и спазма не происходит. Ну что, я думаю, более чем понятно. Расскажите, как можно записаться к вам на консультацию? Записаться к нам на консультацию, и в том числе ко мне, можно через регистратуру первого клинического медицинского центра. Мы находимся в городе Коврове по адресу Ватутина, 90, телефон 8 800 744 08. Также вы можете воспользоваться записью через интернет. На нашем сайте эта запись активно используется. При этом вы можете выбрать удобное для вас время в расписании врача, заранее как-то просмотрев, как вам удобно выбрать. И, как я понимаю, вы принимаете всех, и Владимирскую область, и другие регионы? Да. Хорошо, спасибо большое. Врач-невролог, ботулинотерапевт первого клинического медицинского центра Ирина Игнатова сегодня у нас в гостях. Ирина, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо.